Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и цитата свободы. Если вы решили поменьше читать Facebook и смотреть YouTube, но хотите всё равно быть в курсе того, что там происходит, слушайте наш подкаст и вы узнаете, что в последние дни обсуждали в соцсетях. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как в блогах отреагировали на отмену видеонаблюдения на осенних выборах и отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве, и как в сети прощались с Петром Мамоновым. Осенние выборы всё ближе, и в том, что они будут беспрецедентно нечестными, никто не сомневался с самого начала. Но всё же Центризбиркому удалось принять ещё одно решение, которое сделает выборы ещё менее прозрачными. В этом году граждане больше не смогут смотреть видеотрансляцию с избирательных участков. Она будет вестись только на особом служебном портале ЦИКа, и доступ к нему получат только избирательные комиссии, политические партии и зарегистрированные кандидаты. Или, как это сформулировано в постановлении ЦИКа, участники политического процесса. В сети по этому поводу Голька иронизирует. Твиттер «Голый патриот». Холопы не участники политического процесса. Холопам дозволено только прямую линию смотреть. Твиттер «Санкционный фрукт». Странно, что желающим посмотреть трансляцию «выборов» ещё не выкалывают глаза. Сергей Шпилькин. Видеонаблюдение на выборах, начавшееся в 2012 году, безвременно скончалось, не дожив до 10 лет. Теперь видео будут показывать только на служебном портале и только особым приближённым к императору. А мы больше не увидим ни танцев, ни поминок, ни подписывания пачки бюллетеней под крышку урны, ни кормления КАИБа, ни подмены протокола, ничего. Наблюдение возвращается в офлайн. Оппозиционный политик Любовь Соболь на своём канале напоминает, что видеотрансляцию в своё время ввели по распоряжению Путина и предполагает, что просто так доступ к ней закрывать не стали бы. Эта возможность появилась у избирателей в 2011 году по инициативе Владимира Путина после протестов из-за фальсификации на выборы в Госдуму. Но с годами Путин, видимо, пожалел о своём решении. Возможно, власти устали после каждых выборов объяснять гражданам тысячи вбросов фразы там, наверное, листочки слиплись и решили просто всё отключить. Очевидно, что если видеонаблюдения затрудняют, значит, хотят что-то скрыть. Но зампред ЦИК Николай Булаев объясняет это нехваткой средств. К сожалению, денег на видеокамеры нет, потому что весь бюджет ушёл на несколько иные камеры для независимых кандидатов в Госдуму. Отговорки руководства ЦИКа критикует и политолог Аббас Галямов. Памфилова заявила, что отказ от организации открытой видеотрансляции с избирательных участков связан с экономическими причинами. Мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так ради амбиции полутора десятка экспертов или ради праздного любопытства. Надеюсь, кто-нибудь из журналистов спросит главу ЦИК о том, считает ли она мотом и транжирой, выбрасившим в виртуальную пустоту миллиарды народных денег президента Путина. Ведь это именно по его настоянию в предыдущие годы упомянутая видеотрансляция как раз организовывалась. А заодно было бы хорошо поинтересоваться, почему Элла Александровна не возражала против этого мотовства в 2016-2018 годах, когда она уже руководила Центр избиркомом. Удивительно, насколько много было сделано в последние годы для полной дискредитации выборов в стране, отмечают оппозиционные комментаторы. Мария Перчих. У меня флэшбеки из 2016-го. Памфилова принципиальная и честная. Она не позволит фальсификации. Я Памфилову помню по Чечне. Она светлейший человек. Либерал и правозащитница вместо Чурова. Ура! Пять лет понадобилось Памфиловой, чтобы уничтожить выборы. Осталось их просто отменить. Валерий Рашкин. Выборы все более и более прозрачны. Три вестника апокалипсиса. Пеньки, трехдневное голосование и отмена камер. Пресловутое трехдневное голосование особенно хорошо сочетается с отменой видеонаблюдения. Отмечает на своем YouTube-канале журналист Дмитрий Колезев. Слушайте, то есть следите за логикой. Ввели сомнительное трехдневное голосование. И нужно поддержать к нему доверие. И решили сделать это в том числе видеонаблюдением. Но видеонаблюдение сделать не могут, потому что трехдневное голосование. Может тогда не вводить трехдневное голосование? Ведь раньше как-то без него обходились. В общем, если есть шанс, хоть какой-то шанс, сделать процедуру выборов и подсчет голосов более честными, то это только личное участие наблюдателей на всех избирательных участках все три дня голосования. Задача эта почти невыполнимая. Надо примерно 500-600 тысяч наблюдателей по всей стране. А обычно наблюдаются лишь несколько десятков тысяч. По оценкам движения «Голос» минимально нужно 200 тысяч человек. Звучит много. Но если подумать, что это всего 2-3 человека на каждый избирательный участок, то в принципе задача не такая невыполнимая. Но наблюдать за выборами можно и не будучи наблюдателем. Иногда достаточно быть инициативным избирателем. Напоминает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки. В 2011 году люди сами снимали на видео, что происходит на участках. Именно эти ролики очень сильно будоражили людей, что они потом пошли протестовать. Потому что фальсификации были очевидны. В общем, суммируя этот блок, власть очень боится выборов и всячески борется не только на политической плоскости, устраняя любых оппозиционных кандидатов, но и на плоскости наблюдения за выборами и информирования о выборах. Потому что, честно, эти выборы власть уж точно выиграть не может. Но для них остается вопрос. Какова цена фальсификации? И чем меньше журналистов, чем меньше контроля, чем меньше наблюдения и чем меньше замотивированных людей, которые придут на участки, чтобы высказаться против Единой России, тем власти будет удобнее фальсифицировать. А фальсификация не такая уж простая история. Но есть граждане, которых новость об отмене видеонаблюдения окончательно убедила в том, что на выборы ходить не стоит. Твиттер Чупакабра за свободу Навальному. Ну вот и определились, голосовать по-умному или нет. Если у граждан нет выбора смотреть выборы, то и выборов нет. Бойкот однозначно. А кому-то просто непонятно, как можно голосовать за любого из кандидатов в нынешнюю Госдуму. Михаил Крутихин. Идти честному человеку в путинскую думу с чем бы сравнить? Представьте юную и чистую помыслами девушку, которая просит принять ее в бордель, чтобы улучшить работу предприятия изнутри. Довольно пессимистично оценивает ситуацию журналист Алексей Шабуров. Многие по старой привычке надеются, что выборы могут что-то изменить в существующей политической системе или политическом курсе, которым идет власть. Порой еще можно услышать рассуждения в духе «Изберем настоящих оппозиционных кандидатов в Думу и все изменится». С этими надеждами нужно расстаться на старте выборов. Политический курс не изменится, политический режим не смягчится. Избрание бескомпромиссных оппозиционеров в Госдуму станет головной болью скорее для самих оппозиционеров, чем для власти. Такие депутаты, скорее всего, подвергнутся жесткому политическому и силовому давлению. Это, безусловно, обесценивает все возможные стратегии, которые будут предлагать избирателям те или иные представители оппозиции. А когда стратегии не имеют смысла, всегда лучше поступать так, как велит совесть. С вами Аля Пономарева. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. В продолжении выпуска речь пойдет об отмене QR-кодов для посещения ресторанов в Москве и о том, как в сети прощались с Петром Мамоновым. Вернемся через минуту. Не переключайтесь. Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Чемпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Некоторое время назад в Москве для посещения ресторанов и кафе ввели ограничения. Во внутренних помещениях могли находиться только посетители, которые уже переболели ковидом или вакцинировались от него. А в качестве подтверждения у них на входе спрашивали QR-код. Без кода в кафе можно было сидеть только на летних верандах. Это привело к довольно абсурдным последствиям, о которых рассказывал не так давно на своем Ницеп-канале житель центра Москвы журналист Максим Шевченко. Доходы ресторанов упали на 60-80%. Причем как больших сетевых структур типа там, не знаю, шоколадниц или кофемания, так и просто ресторанов, в которые люди вкладывают свои деньги. Я живу в центре, недалеко от Арбата, я вижу, как на Новом Арбате происходит просто абсурдная ситуация. Террасы, на которых можно сидеть в бюзке Аркода, полны людей, люди соприкасаются, а внутри ресторанов, где как раз места было бы больше, нету никого, сидит один-два человека. Те счастливчики, которые потрудились сделать этот QR-код себе, которые вакцинировались, либо каким-то другим образом этот QR-код получили. Это выглядит как совершенно чистейшее безумие. При этом власти, власти Москвы, говорят, что это не так на самом деле, что доходы упали на 15%, но рестораторы говорят, нет на 60-80%. Это в чистом виде разорения. И какой смысл в этих мерах? Его с 19 июня эти коды отменяют. Радости москвичей нет конца. Алексей Беляков. Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть, как мимо проплывет ненужный QR-код. Александр Долгополов. Коронавирус не смог попасть в кафе из-за QR-кодов. Ему стало скучно, и он уехал. Можно отменять QR-коды. Известный анекдот пародирует Андрей Десницкий. Ребе, как заставить москвичей меня любить? Введи QR-коды. Зачем? Нет, ты введи. Ну, ввел. А теперь отмени. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, причиной отмены стало то, что система кодов выполнила свою задачу. Хотя вряд ли они существенно повлияли на снижение уровня заболеваемости, иронизирует на своем YouTube-канале Любовь Соболь. А какая задача была? Ежедневное обновление рекордов смертности? И в итоге получилось так, что те, кто сделал первую прививку 28 июня, в день введения QR-кодов, получил назначение на вторую прививку 19 июля, в день хатмины. Забавно, что при этом в Москве успела появиться услуга по нанесению временной татуировки с личным QR-кодом, чтобы проще было ходить в рестораны. И она была достаточно популярной, сообщил в телеграмме главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Около 400 человек успели оформить заявку на тату с QR-кодом до решения об их отмене. А все потому, что нельзя запускать такие бизнес-идеи без серьезной поддержки в мэрии, отмечает журналист Антон Орех. Зато теперь ясно, что фирма, которая затеяла рекламную кампанию и завирусила ее, не была связана с мэрией. Ну ничего, пацаны, не унывайте. В следующий раз обязательно получится. Система кодов прожила всего три недели. И в блогах гадают, что же послужило реальной причиной для ее отмены. Одно из популярных предположений, что это не понравилось силовикам, высказывает на своем YouTube-канале блогер Илья Варламов. Здесь есть несколько версий. Ну, конечно, Собянин говорит, что она показалась настолько эффективной, что кривая заболеваемости пошла вниз, и мы решили эту систему отменить. Мы не верим. Есть другие версии. Одна из версий – это силовики. Здесь вы хотите спросить, аж при чем здесь вообще силовики? Как это так? В Москве, как вы знаете, очень-очень много чекистов и около вот этих вот ребят. Чьи данные, чьи-то медицинские данные, имена, фамилии, все остальное, они засекречены. Соответственно, они не попадают в общую базу, и у этих ребят, даже несмотря на то, что они поставили себе прививочки, у них нет QR-кодов. И они казались так дискриминированы из-за своей секретности. Варламов напоминает, что опасность попадания персональных данных в систему еще и в том, что все базы данных в России покупаются и продаются, а значит регистрация на госуслугах чревата для силовиков раскрытием. А журналистка Татьяна Фельгенгауэр считает, что силовикам не понравилось в том числе и сидеть на открытых верандах. Во-первых, у всех на виду, а во-вторых, можно попасть под дождь. Еще одну версию предлагает журналист Кирилл Шулика. Я думаю, что настоящая причина отмены QR-кодов в Москве в том, что система просто не работает. Все банально. А все остальное это уже следствие. Утечки, проблемы силовиков, невозможность получить QR-код привитым, подделки. Все вместе это существенно хуже перед выборами, чем обязательная вакцинация, которую люди уже в принципе привыкают и воспринимают как данность. Признаться же мэрии в том, что у них не работает цифровизация, невозможно. Сами понимаете, почему. Так что проще сказать, что мы просто победили коронавирус, поэтому отключили систему. Многие уверены, что дело в давлении со стороны ресторанного бизнеса, который не хотел мириться с 80-процентным падением доходов. Но и недовольство обычных москвичей власти перед выборами не могут себе позволить, считает блогер Николай Подосокорский. Власть измерила в столице социальное недовольство введенными ограничениями и решила немного притормозить ковид-истерию, которая уже, видимо, стала чревата потерей управляемости перед парламентскими выборами. Разумеется, это абсолютно политическая решение, никак не связанное с уровнем заболеваемости. И странно благодарить бизнес за понесенные им издержки, которые ему никто не компенсировал, если его просто обязали выполнять решение властей под страхом жестких санкций. Казалось бы, какое дело власти до того, что там себе думают граждане, когда выборы и так абсолютно управляемы. Все не так просто, утверждает на своем канале блогер Максим Кац. Меры принуждения хоть как-то заполняют пункты вакцинации, но при этом очень сильно раздражают большинство. Казалось бы, мы живем в авторитарном государстве с контролируемыми выборами. Какое дело от центральной власти до мнения общества? На самом деле, электоральная автократия, в отличие от демократической модели, все время живет в режиме избирательной кампании. Отменив де-факто выборы, они вынуждены править по соцопросам, сверяя каждый свой шаг с его общественным восприятием и изменениями рейтингов. Это происходит и вне всякого избирательного периода, но особенно обостряется в такие моменты, как сейчас. Впереди тяжелые парламентские выборы, открывающие транзитный сезон, который закончится в марте 2024 года. Кажется, что это еще не скоро, но на самом деле осталось всего-то 30 месяцев. Это почти завтра для режима, который существует уже третий десяток лет, 256 этих самых месяцев. Именно из-за негативного общественного фидбэка идет смягчение посыла. Тут самое время вспомнить о том, как Путин в последнее время решительно устраняется от борьбы с пандемией и перекладывает все неприятные решения на плечи глав регионов. Если кто-то и будет ассоциироваться с непопулярными мерами, то это не должен быть президент. Ошибки прошлого года усвоены и исправлены, комментирует Николай Травкин. Первый раз мы победили ковид в связи с голосованием по поправкам. Но тогда было понятно, что победа неизбежна и близка. Руководил битвой лично президент, каждую неделю приглашал к себе в бункер на экран ответственных товарищей и давал указания, где поправить положение, а где усилить усилия. Ну а где президент, там победа. Вот она и пришла, не задержалась. Как раз голосованию по поправкам. Вторая победа над ковидом намечалась к выборам в Думу. В июле пандемия должна была достичь пика, перевалить через него и во второй половине августа, ближе к началу голосования, президент в специальном телеобращении отмечает особую роль единой России в организации борьбы на всех фронтах. Заканчивает он обращение словами, что единороссы победу приближали как могли и следует снова проголосовать за них. И тут нарисовывается мэр Москвы со своими QR-кодами. И другие губернаторы следуют за ним. И народ смятений. Одни недовольны, что на белых и черных делят. Другие начинают подозревать, а не сменился ли главнокомандующий в войне с ковидом. А когда народ смятений, то он может проголосовать неправильно. Дальше все по Киплингу. Табаки бегут к Шерхану и жалуются «Он хочет украсть вашу с нами победу». Шерхан недоволен. QR-коды с понедельника отменяются. Табаки к сентябрю собирают митинг в Лужниках под лозунгами «Акела промахнулся» и «Мы никому не дадим украсть нашу победу». ЦИК сигнал из Лужников улавливает. Ситуация становится снова управляемой и близка к понятному разрешению. Вот только с мэром Москвы непонятки какие-то. Непонятно и то, почему персональные данные силовиков в России защищены, а обычных граждан никак нет. Напоминает политолог Станислав Белковский в программе «Время Белковского» на Эхе Москвы. Важнейший урок из этой истории с QR-кодами в следующем. Что, безусловно, нас готовят, власть готовит нас психологически, потому что наши персональные данные должны быть собственностью государства. То есть, она материализована китайская модель обращения с персональными данными, а не европейская. И мы к этому потихонечку привыкаем, мы смиряемся с этой мыслью. И в этом смысле, даже если вот эти QR-коды не дали мощного прилива вакцинации, о чем говорит мэр Москва Собянин, то все равно они вот в очередной раз позволили провести учение на тему, как забрать у людей их персональные данные и дальше людьми манипулировать. Отмене кодов рады не все. Мошенникам, которые торговали поддельными кодами, теперь придется искать другой источник заработка. Их клиенты тоже грустят. Твиттер – отец русской демократии. А те москвичи, кто QR-коды купили, чтобы по ресторанам ходить, смогут их вернуть и забрать свои деньги? Но если всерьез, отмена кодов печалит в том числе врачей и тех, кто действительно беспокоится за свое здоровье, отмечает врач Федор Катасонов. Отмена куаров идиократия в действии. Чертовски удручают люди, которые этому радуются. Глупость победила. На днях организаторы концерта Кристиана Лёфляра сделали очень мудрый опрос. Готовы ли вы получить QR-код ради концерта, потому что без него нельзя пускать? А если не готовы, концерт лучше отменить. Почти все проголосовали за концерты и QR-коды. Я радовался, что разум торжествует и на концерт можно идти, даже если часть их купят, все равно относительно безопасно. Теперь на этот концерт идти страшно. Собянин врет, когда говорит о причинах отмены. Вакцинация идет плохо, несмотря на очереди в пункты, а главное, те, кто прививается сейчас впервые, получат защиту не раньше, чем через две недели, но могут и только недель через пять. За это время от третьей волны в стране умрут десятки тысяч людей. Это прогибание под безответственных подлецов и дураков, просто вредительство. Те, кто ратовал за отмену и те, кто отменял убийцы. Сами в большинстве привитые при том. Почти вся мэрия, например, в отличие от Госдумы. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Последняя тема выпуска коллективный некролог Петру Мамонову. В больнице в Коммунарке умер поэт, музыкант и лидер группы «Звуки Му». Актер, режиссер, проповедник Петр Мамонов. Человек неоспоримого величия и непостижимого таланта. Комментирует журналист Катерина Гордеева. Будет тысяча некрологов и никто ни в одном из них не сможет впихнуть Мамонова в какое-то течение, стиль, отрасль, направление. Он больше всего. «Счастливы те, кто уже коснулся его творчества. Еще более счастливы те, у кого это еще впереди». В твиттере Мамонова поминает музыкальный критик Артемий Троицкий. «Петр Мамонов – уникальный и бескомпромиссный талант. Второго такого, даже похожего, не было и не будет. Боюсь, старых друзей у него, кроме отчасти меня, не осталось. Соболезную заботливой жене Ольге, кличка «Хорошая» и детям. Про вечную память ныть не буду. Таких, как Петя, не забывают». Мамонов давно ушел из публичного пространства, но все же многих согревал тот факт, что он еще тут с нами, отмечает журналист Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция». Он был одним из тех людей, которых, может, не знаешь лично и никогда не встречался, но как-то уютнее, спокойнее просто от того факта, что они где-то живут в одном времени и в одном пространстве с тобой. Он обладал таким редким даром, который позволял ему не играть роли, а так, знаете, полностью перевоплощаться в «Героя». В одной из этих ролей из «Острова» Павла Лунгина он, кажется, оставался все последние годы, став из эпатажного бунтаря и возмутителя спокойствия, которым был в юности, бунтарем внутренним, мыслителем, философом. Думаю, почему-то, что мысль об уходе его не пугала. Думаю, он бы сказал, что все случается в свое время. Но все равно. Очень жаль. По Мамонову скорбят все, даже отпетые пропагандисты. Петр Толстой. Не стало еще одного человека, который жил по правде и дарил людям любовь. Умер Петр Мамонов, великий русский актер и талантливый музыкант. Мало кому было дано умение жить в кадре, но он в каждой роли убеждал нас, что его персонаж это настоящая, особенная натура, понимающая и остро чувствующая происходящее. Творческое наследие Мамонова навсегда войдет в историю русской культуры и будет предметом вдохновения для будущих поколений. Между тем, Петр Мамонов, в отличие от Петра Толстого, всегда был абсолютно живым и настоящим и жил только по своей внутренней правде. Своими впечатлениями от спектакля с Мамоновым делится главный редактор сайта Карнегеру Александр Баунов. В начале века, когда я вернулся в Москву, здесь скоро оказался мой афинский друг и по совместительству лондонский аристократ, который тут же спросил про этот ваш знаменитый русский театр. И я почему-то отвел его на шоколадного Пушкина Петра Мамонова. Потом, конечно, показал и другое, но это первое решение до сих пор кажется правильным. Это был человек-театр, человек-весь русский театр в одном лице, не спрашивайте как. И еще одновременно русское искусство от иконы до авангарда. Так называлась отечественная выставка, которую когда-то возили по миру. Вот это тоже он. Несомненная икона, деревянная, потемневшая, деревенская и несомненный авангард, ломанный, беспокойный, плакатный, прорезанный полосами света и вспышками звука. Таким увидел его впервые на Ярославском хоккейном стадионе в конце 80-х. А последний, последним жарким безопасным летом 2019 года на фестивале на хлебозаводе надо было чаще. Всех любимых надо видеть чаще. Вместе с тем многих расстраивает, что Мамонов в последние годы в основном проповедовал православие, а не писал гениальные песни. Вячеслав Попов. Послушал пару недавних интервью с Мамодовым. В основном все та же невыносимая православно-патриархальная хрень, которую он нес последние годы, то поднимаясь до истинно-поэтического красноречия, то опускаясь до пошлейшего мракобесия. Но серый голубь наш действительно умел летать и заносясь, и падая. Послушаем мы отрывок из его интервью 2006 года в программе Мумина Шакирова «Формула кино». Мир не стоит на этом шуме и на этом безумии и на этом зле. Мир стоит вот на этом. Бог терпит поэтому еще нас, что вот есть эти люди и смотрит. Ну, ну, он нас любит очень сильно. Так, как мы себе представить не можем. И он хочет, чтобы все мы спаслись. Но он не может пойти против нашей злой воли. Никак. Потому что тогда не состоится любовь между нами и Богом. Тогда мы не выберем Бога свободно. Не возлюбим Его свободно. Тогда мы будем роботизированы, направлены на добро. Все. Это не мир, это схема. Это не есть жизнь. Поэтому на каждом из нас сейчас в наши страшные, прямо скажем, времена я весь мир объездил, все видел. Всюду жить очень трудно. Где материально, где духовно, где как. На каждом из нас лежит огромная ответственность. И есть такая хорошая русская поговорка старых наших российских святых людей. Спаси себя и хватит с тебя. Кто-то наверняка считает, что Мамонов себя спас, а кто-то, что наоборот погубил. Елена Денисова. Необыкновенно жалко Петра Николаевича. Один из немногих честных и порядочных людей, кто прямо сказал, что не прививался и не планировал. Потому все и закончилось так страшно. Очень тяжелым коронавирусом, который именно по такой схеме, описанной врачами из коммунарки, и разбирает людей на запчасти. Для тех, кто застал его в расцвете таланта, его проповедь звучало совсем иначе и выражалось не словами, а всем его существованием. Об этом пишет журналистка Ксения Ларина. Я последнего Мамонова совсем не знаю, не чувствую, не вижу. Мой Мамонов это сумасшедший оттиск времени. Это мой персональный Хармс. Это лучшая его роль в лучшем фильме Лунгена «Такси-блюз». Это театральный Мамонов, для которого сцена и рампа, среда обитания, вода, воздух. В театре Станиславского в своих спектаклях-монологах он был невероятен. Не любила его в острове и в царе. Там он притянутый за уши, искусственный, подчиненный воображению режиссера. Мамонов – человек свободы, и в свободе он сам себя раскрывал и сам себя закапывал. Убеждений, мне кажется, там не было. Был стихийный талант. Был, да. Думаю, это мое мнение вполне может быть ошибочное. Талант Мамонова был гораздо мощнее того, что он использовал. А может, мощнее того, что сам Петр осознавал. Мне жаль, что он останется в памяти молодого поколения, героем интервью Собчак, беззубым фриком, городским сумасшедшим, спутанным сознанием и путанными суждениями. Такой старичок-дурачок. Дети. Мамонов – это лучшее и главное выражение инакомыслия. Он был инаковым, героически инаковым гражданином, художником и поэтом. Это был человек будущего. И вот будущее наступило и убило этого человека, сломало его и скрутило. Петр Николаевич, мы твои дети. Есть своя логика и в том, что под конец Мамонов пришел именно в эту точку, пишет филолог Тимур Хайрулин. Траектория его судьбы показывает, что уж он-то доехал до пункта назначения. Через лихорадочную пантомиму к неслыханно простому дзену. И пускай это был остров, а местами и шапито-шоу у блаженных соответствующей декорации. Зато теперь такси-блюз несет его по Млечному пути на центровой танцпол. Там тоже хотят увидеть его твист, послушать про буги-вуги. Закончим постом дьякона Андрея Кураева. Отмучился, скончался Петр Николаевич Мамонов. Прими его, Господи, на свой остров. С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении для подкастов и пишите комментарии. Я всегда им рада. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова